Игровой канал Ивана Фолиота представляет Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота Ведьмак 3, Дикая Охота, это 70-я уже часть, наверное, самая длинная игра, которая у меня в плейлистах на моем канале И уже 70-й час играем мы с вами, мы на скеллиге А игрушка еще далеко-далеко не пройдена, да, не знаю, половину прошли мы или нет Но так или иначе, сегодня после всех балкологических и церемониальных торжеств и мероприятий Мы отправимся с вами немножечко уже исследовать местный колорит Еще, конечно же, пообщаемся, поиграем в карту, например, с травником, который затесался Посмотрим заодно у него, что есть на продажу для нашего с вами алхимического инвентаря Так, ладно, особо-то ничего интересного нет Зелье из феромонов утопса Ну, я так понимаю, это нам, скорее всего, пригодилось бы для задания какого-то Но ничего интересного, все, как и у всех, у него в продаже это и имеется Если что, можно будет сюда приезжать и до закупать Сыграем, конечно же, с ним в гвинт, коли уж он просится Так, даже не знаю, менять что-то в этот раз, я думаю, нет В прошлой части мы весьма успешно разделывали всех игроков Так, Мороз Блин, вот Нильгард, по-моему, особо-то Пикторой не пользуется Ну, не в таком масштабе, как те же самые монстры Поэтому, я думаю, вполне можно Мороз этот убрать Более того, вот, сейчас нам потенциально еще одну карту Вот, можно будет выкинуть из колоды Да, сыграв Гюнтера Адима Вместо четырех мы получаем сразу восемь очков Лучник из бурой Хоругви Номиналом в десять Выставляет он и сразу пытается нас обходить Рейнфарм Какой-то слабенький Ну, мы сейчас рубаем из Кринфрида Все это дело Попытаемся Ну, смотрите, какие у него хорошие карты Честно говоря, я так и не думал, что у Нильгарда лучники такие есть Серьезные Отлично, вот это вот очень важно, что у меня пришло чучело Потому что чучелами Нильфгард пользуется регулярно И уже шпиона одного я выложил У меня их два, по счастью Ну, что-то как-то у него слабенько совсем Так, можно еще верно на Роше С верным другом Яном Наталисом, да На передовую вытащить Но, тем не менее, он не отстает Так, и сейчас он Отыгрывает Вилет Реденмерта А у меня из Пихтуры-то никого и нету В принципе, можно было бы сейчас и Принцесс Тенниса использовать Да, и сразу себе две карты заиметь И отлично, это будут лечилки Правда, толку у меня от них никакого нету Разве что... А, вот мы сейчас чучелом перехватим еще одного шпиона Он от нас едва ли отстает И пасует Блин, как-то вот не очень удачно У меня карты Требушетницу использовать, лечилку Ну, придется только этой ходить, да Требушетницей Не лечилка, а обычной Ну, ладно, выиграем раунд Получим еще одну карту И вот сейчас Можно зайти сразу сходу, подарив ему 7 очков Блин Рубайл из Кринфреда вылез Она что-то ни к селу, ни к городу Если бы она была бы третьей Так, пользуется он, конечно же, шпионами А у него еще, возможно, лечилки есть А у меня в моей бите шпионов уже нету И перехватить-то особо будет нечем Не лечится, к сожалению, нашей лечилкой чучело Ладно Будем смотреть, что он Давайте Йеннифера посмотрим, что мы можем вытащить Так, ну вот можно, в принципе, кстати, да Можно будет двумя лечилками Рубайл из Кринфреда вытаскивать И мы хороший буст с этого поимеем Аж на 30 очков, по-моему Так, он усиливает Ну как-то невнятно он Усилий Не то, что невнятно, я имею в виду как-то слабо, у него мало карт Можем вот так вот пойти Цири Ух ты, нифига себе невнятно Сразу на 40 Видите, она от большего пляжа, эта карта у него Ну давайте Рубайлу еще вытащим Помножим это все дело Даже здесь не 30 очков будет, а 45 целых с ним, да? Так, ясное небо он использует Но это означает, что что-то у него совсем крапали Ни одной лечилки что ли у него не осталось? Ну хорошо, у меня в любом случае еще есть две требушетницы Тоже рука об руку Ах ты скотина, вы посмотрите, что делает Две карты он себе еще заимел Ладно, улучшим сейчас требушеты И посмотрим Морван Ворхес Ну я думаю Блин, хрен его знает Видите, он последнюю приберег себе шпион Так, и улучшает он Но он не улучшается Никакие на него не действуют В принципе, очень солидно мы его обошли Аж на 170 на 50 Прям что-то совсем размазали Ну и чудесно Очередной соперник Обойден нами в гвинт Весьма быстро Кадет Врихеда Это интересно, чей такой Лучник, да, он попался Кадет Врихельда Скорее всего, наверное, не Ильфгардский В королевствах севера я его не вижу Кадет Врихеда нет Это не Ильфгардский Это Скаитаэльский Он не универсальный? Нет, не универсальный Врихед это какой-то такой Больше Ильфгардский диалект смахивает Так, у нас сейчас Чтение Доски объявлений Посмотрим, что здесь За беды мучают местный люд Почитаем Прощальный пир Емир Старый Приглашает воинов клана Анкрайт На прощальный пир Он прожил сто лет И смерть его уже близка Емир не станет ее дожидаться Он в одиночку отправится в найбег Из которого не собирается возвращаться Перед отплытием он хотел бы Последний раз выпить мед С друзьями и врагами Ну, прямо скандинавский тоже поступок Объявление украден меч Олаф, первый страж Каир тролля Объявляет Из ружейной рода Анкрайтов Был украден меч, известный как Кулио Видели, как сучий сын, которого это сделал Уходил через южные ворота к старой крепости Того, кто сможет повернуть меч Ждет награды, сообразная старанием А кто поможет ворам Того ждут смерть и бесчестье Угроза, прям Икнутый пряник, да? Заказ дух леса Воины с Керги Кто отважится встать против духа леса Что угнетает жителей Ферлунда Или Ферлунда Тот получит награду весьма достойную Мы не богачи, но собрали в склад чину немало Изважайте Ферлунд И спросите там Свена Ну, съездим, конечно Но я не думаю, что в этой серии Морские дьяволы Хочешь славы и денег Клинок твой остер А смерть ты не боишься Тогда зайти Зайти К Пьергу, мастеру, лодочнику У него есть для тебя работа Нужно избавить залив Каир Тролли от морских дьяволов Которые до того расплодились И обнагрели Что бросаются на всякого Кто зайдет в гавань Кто тварей убьет Того ждут слава Великая на всех островах И кошель полный золота А вот этим заданец Друзья, мы, пожалуйста, сегодня займемся Даю уроки игры в гвинт От учеников требуется дисциплина Логическое мышление И желание учиться Особо приветствуюсь ученики С душевной предрасположенностью к игре Приносите собственную колонну Кроме того, ищу опыт игроков Для совместной игры К взаимной выгоде Ибо лишь сражаясь с равными В суровом бою Можно отточить навыки Мышавур Друид тоже Но это квестовый Да, у нас гвинтодатель Помолвка Младшая дочь Рудигера Седова Ирса Приняла ухаживание Лавара Из клана Броквар Кто желает молодым добра Пусть помолится за них богам Кто желает им зла Того пусть поглотит море Тоже поэтично И высокопарно Все это звучит Так Так Что у меня Имеется Наверное Это Митч Блин, а что я Здесь Рунный камень Малый Нет, малый Мы не будем вставлять Так И здесь Мощь Игни Так Тоже можно На Игни Воткнуть Игни мы пользуемся Регулярно Поэтому давайте Вот Еще на десяточек процентов Того усилим Наш Магический Навык И в бою Поджигаться Враг будет чаще Так Ну что Морские дьяволы 18 уровень 21 Ну неплохо Как раз таки По нашему Уровню Этот квест И сейчас необходимо Поговорить со свидетелями Нападения От этих утопцев Они все находятся Здесь Рядышком Вот первый например Предстает Перед нами Мастер лодочник Да Я по-моему еще Разговаривал на эту тему А это ученик Мастер лодочник Я слышал ты был в лодке На которую напали утопцы Да Вместе с Ульфом Моим двоюродным братом Мы собирали ловушки Для крабов Около скал Кьерок Ульф потянул за веревку Тяжело ему было Я уже решил Что там полная клетка Что хороший улов Тогда что-то рвануло Веревку снизу Всего миг И Ульф был уже под водой Я звал его Раз, другой, третий Вдруг вода Стала красной от крови Ее разнесся ужасный запах Вроде гнилья Только хуже Когда утопцы перевернули лодку Я и сам не знаю Когда плыл до берега Должно быть Фрея меня хранила Или чудовища уже наелись Спасибо за рассказ Что, тоже лодка протекает? Так, ну хорошо Здесь еще есть барышня Вот Нам предлагается сгонять сюда Еще там барышня одна есть Да Свидетельница Или вдова, возможно Ну сейчас увидите Все Где она есть-то? А, вон стоит Дубельный тоже Витова Мне сказали, что твоего мужа убили утопцы Сперва море забрало у меня сына Теперь мужа Осталась я одна Вилли, наш сын Не вернулся слова Муж каждый вечер ходил на скалы кьерок Высматривать его лодку Я говорила, что ему этим жизни не вернешь И сам говорю Сгинешь Слышал ведь, что там утопцы живут Только не сиделось ему Брал он свой старый плащ И шел Когда он однажды ночью не вернулся Я позвала брата Мы взяли факел И отправились его искать Мюрдья, блин Утопцы так его изранили Что я только по этому плащу его и узнала Я знаю, что это небольшое утешение Но обещаю, что ваша беда с утопцами Скоро закончится Будь здорова Да, действительно вдова Интересная женщина С двумя разными голосами Но это косяк локализации, конечно же Не хочется мне придираться к этому Поэтому погнали дальше Печально, конечно, что не исправляют разработчики Хотя как тут это все исправить Я даже ума не приложу Их это, наверное, вряд ли касается В каждой стороне у них, наверное, свои кицы Ну, в общем, ладно Сложно их винить Вот наши бы локализаторы какой-нибудь С их разрешения Если бы патч выпустили С некой переозвучкой Или пересведением этого всего дела Я не знаю Возможно, это сложно сделать Смотрите, как прикольно наша, кстати, платвичка выглядит В этой попоне С келекской Еще раз повторю Знаю, что это все можно выиграть На скачках Потратился я, возможно, зря Но Захотелось мне сразу Чтобы платва выглядела Аутентично местности Скажем так Так, ну что ж Подгребаем мы к берегу Тут, естественно, у нас Пасутся утопцы Бояться их особо, конечно, смысла нету Но давайте на всякие пожарные Все-таки смажем маслице Маслицем Для трудпоедов Наш Мечишка Серебряный И Геральт из Ривии Выходит на охоту Очередная жертва Очередная жертва, да Так что-то они как-то не особо-то по нам Тоскуют Вообще ушли куда-то Будут еще за ним побегать Ну давайте Они не восемнадцатого уровня Это, кстати, должен я сказать Молодец, геральт Метко бьешь Восемнадцатого уровня И смотрите, ранит, в принципе, так больно Даже несмотря на то, что я В знаке СВ был А если вам По вам сзади попадут Такая вообще Добрая половина Отожрут Распрыгиваться Да даже если спереди попадают Ох, как красиво Рассекло Ай-яй Вай-вай-вай-вай-вай Так, может быть С них, кстати Вот с высокоуровневых утопцев Как мне говорили На скелеге Очень часто падают Красные мотогены Но мне Шишку О, отличная пургава Посмотрите-ка Нашелся рецептик Это тоже хорошо Давайте Исследуем Трупец Посмотрим Каким умозаключением Геральт придет Он уже прям Красный Точно Утопцы Где-то рядом Их логово Точно Утопцы Ну ты прям Капитан Очевидность Так Здесь, в общем Есть два входа Я думаю Мы сейчас Немножечко Это все По краюшку Оббежим Ребятки И зайдем С другой стороны Ибо Там Интереснее В общем В принципе Что так Что так Вы сделаете Особо-то Ничего Не потеряйте Но там Будет побольше Следов С той стороны И Реплик Да и вообще По-моему Монстрятина И всяко-всячно Нам встретится Побольше Поэтому Лучше Все-таки Сделайте Как я Сейчас Вам Демонстрирую То Какая Артрольда Надо будет Сейчас Немножечко Обойти Да По этой Стороне Со стороны С этого Склона С лепого Холма И там Еще Вы видели Знак Вопрос Вослицательный Знак Есть Поэтому Можно Сейчас Кстати Говоря К нему Будет Сразу И подбежать И Работать Не ломиться Потому что Он Прям Вот Где-то Находится Да Вот Он Посмотрим Что Такое Интересное По-моему Это Человек Который У нас Бабки Занимал А Ну Да Точно Он Сохранитель Ну Ладно Простите Великодушно Но Я Оказался В Трудной Ситуации Я Бродячий Фокусник Из Оккупированной Тимерии И Из Тимерии Ты Уверен Не Из Новиграда Почему Почему Из Новиграда Я Родом Из И ты Не Годишься Для Этой Работы У Тебя Слишком Короткая Память Мы Ведь Уже Встречались Только Тогда Ты Был Почтенным Новиградским Купцом Который Отчаянно Жаждал Вернуться Домой Ах Уверяю вас Что Ну Ладно Поймал Ты Меня Знаю Что Это Стран Звучит Но Клянусь Я Отдам Тебе Все С Торицей Только Не Выдавай Меня Ярлу Если Я Тебя Выдам То Точно Не Увижу Своих Денег Но Если Ты Снова Попытаешься Меня Обмануть Я Найду Тебя Нет В Этот Раз Я Не Вру Ведь Ты В любую Минуту Можешь На Меня Донести В Таком Случа До Польский Тип Конечно Таким Доверять Мало Смысла Как В играх Так И В Жизни Ну Жизнь Уж Особенно Поэтому Ну Ладно Посмотрим Он Нам Очень Скоро Встретится Этот Товарищ До Новиграда Нам Не По Такому Тоже Зеленому Холмецу Порошем Всякими Елочками Травкой Забавно Смотрится Да Вот Это Место Здесь Знак Вопроса И Сундучок По Могу Охраняется Кем То Там Ну Призренник Как Я Уже Сказал Поэтому Давайте Не будем Торопиться Сейчас Аккуратненько Подойдем Призывки Вроде Седьмого Уровня Но Скотина Жалит Больно Они Какими-то Серийными Атаками Атакуют Комбо И Тяжеловато За ними Уследить Блокировка Ударов Я даже Признаться И не пробовал Ни разу Блокировать Их Атаки Именно Блоком Непосредственно Ну Посмотрим Может Как-нибудь Получится Так Здесь У нас Маломальская Добыча Но Для Закрытия Восхитительного Вопросительного Знака Все равно Посетить Это место Стоило Ребятки В общем Давайте Все Бежим Отсюда Вообще По Отходу С этого Места Должен Призрак Появиться Последний Какой-то Повыше Уровнем Но Не появился Да и бог С ним Потому что Я здесь Этот момент Переигрывал Даже Ибо У меня Здесь Все Зависло Я Помню Ладно Но не появился Повторю Значит Не появился Давайте Спустимся Немножко 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 Такую Закорюченную Небольшую Дать Напрямую Спуска Нет Там Прям Крутой Обрыв И Плотвичка Наша Вряд Согласиться По таким Отвесным Скалам Тут Скакать Так А здесь Какие-то Я не знаю Ловушки Приманки Или что Это Такое Должно Быть Об этом месте Говорил Рюрик Этот Смрад Точно Где-то Рядом Их Логово Ну Хорошо Рюрик Еще Прикольное Имя Такое Рюрикович Мы Ну Всем Нам Знакомые Кто Школе Историю Учил Да Здесь Кстати Такой Вот Грот Небольшой Который Необходимо Проплыть Попытку Нужно Пособирать Всякую Роголисни Которая Под водой Растет Крушина Бывает Попадается Крушина Кстати Только Под водой Растет Она Не у Копом Не Продается Может Конечно И продается У Каких-то Редких Торговцев Но Я По-моему Не Встречал Хотя Блин Уже Мы Столько Здесь Пере Встречали Народа И Всяких Этих Мпс Что Ну Такое Действительно В голове Не задержится Я просто Помню Что я Искал В Новиграде Так это Точно Для Улучшения Одного Из моих Алхимических То ли Масел То ли Бомб То ли Эликсиров Но так И не нашел Пришлось Ити нырять Под воду В общем Двигаемся Дальше Здесь У нас Все В грибах Все В газиках Каких-то Непонятных Вот Остаются Нам Здесь Такие Благо Здесь Вот Если Мы Кстати С той Стороны Зашли Мы Сейчас Здесь Вы Вышли Там Больше Газа И Меньше Информации А тут Хотя Б Вот Видите Есть Следы Так Ну Ка Давайте Мы Сейчас С вами Попробуем Танцуем Еще Не Звездами Только Надо Чтоб Бой Начался А то Они Как-то Уворачиваются Моментально От Моих Бомбочек Так Что Еще Можно Взять У Мне Меч Смазан Непонятно Насколько Там Ударов Осталось Его Надо Изножим Достать 19 Ударов Я Надеюсь Что Хватит Парочка Троечка Четверочка Пятерочка Шетерочка Семеночка Восьмерочка Аж Вот Ой Блин Там Кстати Даже Можно Взорвать Блин Не Отключаются Блин Пусть Которые Горят Они Как бы Из строя Выведены Вроде А все Которые Отжирают Больно Кпшечку Лаком Благо Пока У меня Включена И При Поедании Какого Набуть Нашего Нет О Красный Мутаген Раз Два Отлично Не врали Блин Я сейчас Сдохну Так А еще Красные Пятнышки На Мини Карте Вроде Как Живые Утопцы Но Что-то Я их Не вижу Возможно Глюк Какой-то Здесь В этом Плане Конечно Игра Грешит Частенько Особенно На Мини Карте Так Ладно Там Еще Один Труп Остался Потом Заберу На Обратном Пути Или Сейчас Забрать Может Какой-нибудь Секретик Валяться Да Смотрите Еще Есть Видите Жаль не Красный Мутаген Нам только что Вывалился Я думаю Надо маслице Опять Обмазаться Блин У меня только Улучшенное Не отличное Никакое Какие Насколько Там Делится Это Масло Обычное Магическое Улучшенное Я его уже Позабывал Все Нафиг Синяки На шее Раздавленная Гертань Затушили Ну Хорошо Так Тут Очень Много Всяких Видите Улик Так Называемых Свинюшек Сюда Стащили Про Людей Ты уж Молчу Почти Нетронутые Припрятаны На потом Утопцы Так Не делают Ага Значит Не в утопцы Дело Краснолицкий Спирит Синяки На шее Раздавленная Гертань Затушили Ты какие-нибудь Выводы Начнешь Интересно Делать Так Еще Один Сундук Отлично В котором Нихрена Климнафоренов Полезного Нет Труп Я думаю Сейчас Он Также Откомментирует Поэтому Нет смысла Подходить Разварить Можно Но Ничего Не даст Я подумал На секунду Что они лутабельные Эти Которые валяются Но Не добраться До них Ага Вот Смотрите Еще Обломы Корабля Во Видите Значит Значит Не зря Я на него Денег Не тратил Дается По квесту Все-таки Он Нам Так Трупоеды Абайя Залив У Каэр Троль Довсегда Имел Дурную Репутацию Время От Времени Рыбаки Забросившие Там Сети Не Возвращались Домой Слово Что-то Утягивало Гребцов С Дракаров И Переворачивало Лодки Местные Винили Во все Морских Дьяволов Так Как Носкельгин Называют Утопсов Так Носкельгин Правда Жа Оказалось Гораздо Хуже Пещерами Под Утесами Керак Стали Дом Для Особенной Хищной И Умной Водной Бабы Эти Твари Вооружены Мощными Когтями Прорывающими Любой Блок Или Репост Фехтовальщика И К тому же Способны Издалека Ослеплять Противника А затем Наносить Молнееносный Удар В Контратаке Чтобы Одарить Водную Бабу Ведьмак Должен Был Использовать Знак Ирден Чтобы Замедлить Ее И квен Для защиты От ее Ударов А более Всего В таком Бою Ведьмаку Требовалась Удача Так Знак Игни Знак Квен Трупоедское Масло И Северный Ветер Да Кстати На Северный Ветер Они Реагируют Я Помню Ну Все Зависит Конечно От уровня И от Их Количества Жизни Если Более Менее Равна Нам По Уровню И Осталось Там У нее Наверное Треть Основного Вхп То Возможно Заморозит Она Повалится Ее Можно Добивать Так Зелесть Феромонов Утопца Можно Создать Стоит Она Фигню Так Два Отвара Я могу Сделать Нифига Себе Ладно Не буду Не хочу Заморачиваться Пока С Отварами Мало Ли Уникальные Какие Нибудь Эти Пригодятся Нам Для Более Интересных Вещек Отварами Я Рядко Действительно Пользуюсь Они Очень Токсичные Интересный Созучок И Едва Ли Я Не знаю Я Редко Проверял В бою Попробуем Конечно Поэкспериментировать В дальнейшем Надо Быть Попробовать Покачнуть Геральту Ветку Алхимии Чтобы Интоксикация Поменьше Воспринималась Вот Это Я Зря Сделал Потому Что Надо Зайти В Желтый Круг Было Только После Этого Можно Ее Выпить Еще Один Раз Интоксикацию Вроде Несильную Дает Так У меня Как раз А у меня Лунная Пыль Сейчас Стоит Бомба Должно Охватить Остается Где-нибудь Спрятаться И подождать За Теми Шлюпками Давайте Дойдем Присядем Я Думал Что Это Сразу Может Заработать Ну нет Надо Было Именно Там Выпить Клюнула Барышня Водная Баба Абая Но У нее Помимо Самой Своей Собственной Тушки Еще Два Помощника С 18 Уровня И Она Зараза У нас Еще Швыряется Так Надо Поаккуратнее Тихо 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 Вылезли поэтому поаккуратно я тоже залезла в огонь сейчас посмотрим смотреть конечно туда особо ничего не на что быстро потушилась и ушла под воду так ну куда ты ну ёпер на кубалет как так то блин так ладно аккуратно не будем торопиться ну вот и все морские дьяволы больше не будут беспокоить местный люд давайте берем все синий мутаген зараза трофей звали баба и мутаген так трофей я сразу верну в рюкзак а положу на плотвичку традиционно голову грифона мне уж очень нравится как она на ней смотрится на плотве самая такая детализированная наверное интересная интересный самый трофей я имею конечно же ну что поздравляю вас с убийством очередного монстра уникального так называемого потому что у меня даже полоска жизни своя было и мы сейчас отправимся до повторюсь к ночному мастеру получим награду посмотрим что что нас ждет дальше и отправимся посмотреть тоже по окрестностям что там нас там нас поджидает что таит в себе какие опасности стоит себе этот остров какие интересные возможно беседы будет проводиться так ну выйти с левой стороны можно с общественно заворачивать можно вернуться туда и наша плотва осталось не самый сложный квест не самый уникальный даже возможно кому-то показать что не самый интересный но так или иначе у нас есть очередной мутаген благодаря которому мы сможем тоже так я понимаю творчик сварить я хрен его за друзья мои будет у меня получаться или нет здесь все открыть по эликсиром прям максимально все каждый прокачать по эликсиром помпа маслом но надеюсь что попадется мне все это что некоторый момент я иногда переигрываю и если мне в первый раз попался какой-нибудь рецептик не факт что попадется у меня второй раз если окажусь у этого же сундука после перезагрузки тут очень как бы сейвы ломают он вас скрипты приходится да потом довольствоваться даже даже довольствоваться просто ждать пока там случайно на что-то не наткнешься более уникальное в другом месте можно таком и я решу тут по большому такому да пути вернуться в картрольда на дворе ночь полночи 4 верни даже уже утра и даже потихонечку вроде как бы начинается летать и мы геральт зривии в нашем лице возвращаемся с похода с небольшого идти далеко нам не надо вот он здесь стоит давайте поболтаем бьерк работа сделано а вот голова дьявол это что за дьявол водная баба старая хитрая особь это она источник всех ваших бед я много мерзости в сетях находил мурены миноги скаты возьми свою награду и заслужил мне причитается больше водная баба гораздо опаснее утопцев да я и не возражаю только мой кошель не бездомный море тоже кто знает что еще из него выползли может тебе снова понадобятся мои услуги я не подставляю шею за тех кто жалеет награды значит вылагаешь взятку на возьми все что у меня есть нормально мы из него вытяганили 442 крон я не помню насколько мы с ними торговались надо будет посмотреть и друзья мои отправляемся дальше тут есть развилка дорог есть парочка скрытных знаков вопрос который мы сейчас с вами посетим первый из них находится вот на этом возгушении там обитает монстр монстр это драконидового свойства если можно так выразиться так и сейчас мне найти только под него а вот дракониды да тоже обмазываемся и нам предстоит схватка схватка предстоит сейчас 4 вы не вижу совсем не а вот на мини карте появился если вам уже с верными сталкивались но неизвестно что это за виверна дракона картечь можно допустить не использовать танцующий звезду к сожалению все отстреляли попробуем с нее и начать виверна обычно 14 уровня конечно же мы ее уже видели еще короверские неверно если я правильно помню еще по первому ведьмаку что уже запамятовал нам во вторую часть очень верно попадались нормально подпаливается от мяча не зря значит рунку вставил на 14 уровня бьется как-то тяжеловато но вроде мы зато без последствий слюно чудовище дракония чешуя ли это поля и посмотрим что есть в сумке мастерское седло для скачек тоже едва ли мне пригодится веса занимает до хрена но можно продать тут прям целый трупинный рай для нее был ну видать вот тут тут сюда забрел естественно разбираться ты не стала погрызла завалил сразу вперед плотва так вот скакал вот туда там же были был спуск слава богу без последствий все плотва на себя самортизировала так куда нам пройтись вообще конечно желательно по дорожке по прямой ну как по прямой по главной до города дойти до ложки объявления очередной но здесь еще одно местечко тоже находя знаком вопроса обозначена но пока еще мы например для этого стоки на карте не вижу никакой информации об этом месте не было у нас до этого здесь можно же скупать карты которые ответ открывают практически все знаки вопроса по всей карте на скеллиге и на не уверен как правду все ли они откроются насчет квестов то я молчу а вот именно знаки вопроса уже попроще 15 уровень но все равно этим лучше не давать особенно так вот сзади как я сейчас даю делать молодец хорошо кинул они нормально даже кто-то их залит попец и болотник старшие братья так ну давайте пособираем учета красный мутаген не идет к нам в руки с мутагенами какая-то прямо у меня беда так и вот это гнездышко который начал взорвать и лезут отсюда лучше здесь все взорвать чем ваш никто не вылезет а вы конечно же утопит с 18 нашли биле он как-то особо внимание обратил отлично красный мутаген ну хорошо пока что незримые на карте знак вопросика мы тоже с вами прикрыли отправляемся дальше повторюсь путь наш лишит в деревеньку в соседнюю там есть доска объявлений тоже мы прочтем и познакомимся с местным людям но пока вот такие вот встречаются локальные неприятности приключения так называемые во время скакания по местности это прикольно с таким уровнем приключений сравнится только наверное red dead redemption какой красивый водопад небольшой не что-то ничего не того как есть может как-нибудь остановимся проверим но я сомневаюсь так туда пока нам лучше не заходить там по моему занятая врагами какими-то поселения бывшие которые нам надо будет отдать в дальнейшем статья может быть и нет может быть просто декорация так доска объявлений давайте почитаем если письмеца доске штучек 6 геральт ты совокупить то уже белый кит мой если увидите в море белого кита не трожите его он мой если кто его раньше меня поймает то клянусь фрей проткну того гарпуном зов фреи поговязины и предприимчивые незамужние женщины которые хотели посвятить остаток жизни служению богине пусть плывут на хиндерсфиаль к светилищу фрея мать зигфрида интересно тот ли ты зигфрид совет старейшин призвала тара смелого виновным в отце убийстве за свое преступление он будет казнен как того требует закон сначала его опалят огнем потом сдерут кожу а потом посадят в мешок скотом псом и змеей и бросит в бушующее море охренеть что что казнить конечно человеческая раса и нации нация раса ему всегда умела повин держал слова и держал слова и голыми руками задушил кабана одиночку через три дня овент умер от рана поднимите рога и кружки и помяните помяните его нитинг всех каждого прошу о помощи народ мой наложили жестокое проклятие которое никак я не могу снять если чарах разбираешься или хотя бы слышал каком-нибудь ворожее что с проклятием знаком с загляни ко мне домой 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 уран вейга и помоги золото не пожалею лотар заказ пропал сын будь ты со скеллиги или с большой земли читай внимательный до самого конца сын мой ольве вышел из дому на поиски приключений до сих пор не вернулся потому прошу я каждого путника поглядывайте по сторонам может быть увидите моего сына а если кто вернет его мне или разузнает что с ним стало тому и дам щедрую награду и буду молиться за того фрей оен из рана бега вот по помощи краски наш путь в этот ран век но мы сюда уже прибыли здесь проводятся скачки кстати говоря скачки мы повторюсь попозже немножечко с вами освоим есть также здесь видите алхимическая ведьма иона позволишь взглянуть на твои травы ну у нее в принципе тоже ничего такого особого нового нету но необходимые я думаю ингредиенты которые потребуются мы с вами увидимся также сможем у нее покупать как у того травника они по-моему даже одинаковые по ассортименту по своему где-то здесь находится по-моему этот квест под названием нитинг у меня как раз сейчас даун выделен на миникарте указано куда надо скакать поэтому поскакали посмотрим изучим что это такое вообще это здесь даут его домик красиво все отделано растут цветы деревья огорожено все забором какая-то прямо у него здесь уединенная жизнь что ли получается почему-то не самому центре города так вот он сидит молится кому я дома ставлю если тьялга умрет кто рот продолжит могу я тебя оторвать от молитв можешь они все равно ничего не дают говорят на тебя наложено проклятие ну да гляди видишь лошадиную голову на жерде это нитинг разновидность проклятия я уже видел какие они приносят несчастье иногда даже смерть да на нем вырезано имя моего первенца тьялга у него лихорадка он слабее день от огня боюсь прежде чем сойдет луна мне придется его хоронить я сам пытался снять проклятие все напрасно я могу тебе помочь двумя способами во первых я могу уговорить того кто поставил нитинг чтобы он сам снял чары а могу отразить проклятие обратно написав имя проклявшего на жерде так или иначе надо знать кто за этим стоит но я никому не навредил я не знаю никого кто мог бы желать мне зла а значит придется поискать давайте посмотрим что у него здесь с ребятулькой да что то он какой то чахлый даже не знаю стоит ли обдирать его полки давайте проводить расследование ребятки проклятие повернут да череп нитинг могущественное проклятие на древке вырезано имя ялвис сын лотера след свежий здесь стоит осмотреться так вот конечно без палева пришел с такими лаптями громадными больше чем у Геральта интересно а если это девочка будет какая-нибудь ну сейчас нам предстоит конечно прогуляться немножко в поисках вот видите еще какая-то шаль висит это что женская шаль характерный узор и характерный запах я так понимаю по этому характерному запаху мы сейчас пойдем дальше в наши зверистые пути дорожки распогодилось ну я предпочитаю по-прежнему пешочком выгуливаться вдруг что-то еще найдем интересное увлекательное когда бегом не люблю я бегом в эту игру играть в первого ведьмака мне приходилось конечно там бегать там можно было поставить мод на ходьбу но он там так медленно ходил что мама моя здравствуйте здесь он как-то более-менее хоть адекватно да и походочка у нее интересная хотя в первом ведьмаке с этим модом тоже походочка тоже геральта была такая бодренькая так нас запах ведет в город непосредственно и я так понимаю кому-то конкретному должен он нас привезти так где он вот он не пропал хотя как в этом городе с таким количеством жителей ну не самое большое конечно все равно эти же запахи они же разветвляются куда-то выветриваются и вообще очень интересно что они остаются до сих пор что геральт по ним так шагает спокойненько слишком много запахов дальше нас меня не поведет надо расспросить об этой шале давайте да расспросим как я и предполагал действительно запахов здесь много это ты по поводу моего сына сперва поговорим о награде это слушай на это другой немножко персонаж у нас а придется у родни призанять но пускай будет так для сына не жалко где мне искать твоего сына на развалинах крепости к востоку отсюда он пошел туда с какими-то бродягами с фарер он в таверне с ними познакомился задурили ему голову разными историями про какие-то таможние сокровища говорил я сыну на фарерах одни лжецы не водись ты с ними ну так ему уже лучше знать как его узнать то что он не слушает отца свойственно почти всем молодым людям зовут его Ольве веселый шепелявит чуть-чуть с виду то он неприметный а еще когда он уходил была на нем желтая рубаха красивая у нас в деревне ни у кого такой нет он ее от меня получил год назад на день рождения этого наверное хватит я поищу но ничего не обещаю забавно что Геральт берет завышенную плату торгуется но ничего не обещает в итоге да это немножко на другого персонажа здесь наткнулись к другому квесту но займемся ему уже в других видосиках ребятки сейчас поболтаем вот с этой барышней да чего ты хочешь может знаешь кто носит такую шаль конечно Йона наша травница она вон там живет в той хате вот она обрадуется что ты ей принес пропажу ну да очень обрадуется мы с ней уже имели место быть знакомство все дела она туда местный алхимик следите за собой но вот забавно что в этом квесте нас заставили искать рандомно кому могла эта шаль принадлежать потому что здесь я почти все село обошел первый раз когда проходил только в самом конце наткнулся на ту барышню которая у меня на Йону навела но теперь вы знаете можете пользоваться болтаем я нашел твою шаль у дома лотара и нитинг который ты там поставила откуда ты знаешь у меня были только подозрения которые ты подтвердила ты знаешь что тиялве одной ногой в могиле и хорошо этот ублюдок вообще не должен был родиться это я должна была выйти за лотара а он бросил меня ради этой неряхи пусть теперь получит свое он и его хреново семейка ты убьешь ребенка из ревности это правда тут не в ревности дело а в гордости десять лет мы жили вместе десять лет я ему готовила портки стирала ложи с ним делила а он бросил меня вот так из единого слова вся деревня смеялась ну и глупая же эта Йона и ведь сдалась вот уж нет не сдалась и не забыла я хочу чтобы ты сняла это проклятие я это сделаю но только если лотар отречется от сына и вернется ко мне я передам ему твое предложение но кажется уже знаю каким будет ответ да нет ничего конечно страшнее женщины которая вбила себе в голову что ей надо отомстить а это прям преуспело ну что ж давайте прибежим с хорошими новостями в кавычках к этому товарищу ну он тоже конечно тот еще фрукт взял так спокойно и ушел бросил наплевал на человека так тоже делать нельзя и в этой вселенной конечно же это несет с собой глубочайшие последствия в виде проклятий под названием нитинг да 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 это кстати очень интересное событие давайте поболтаем с этим ходулей налево и как ты знаешь кто поставил нитинг твоя старая знакомая Йона а я должен был догадаться завистливая сука чужое счастье ей глаза колет и что снимет она проклятие только если ты отречешься от семьи и вернешься к ней нет никогда я бы опозорил и жену и сына обрек бы их на нищету ты должен отвести проклятие пусть она умрет я не сделаю этого Йона этого не заслужила а мой сын он заслужил нет но ему не обязательно умирать у тебя есть выбор хорошо если это спасет Тиалве я вернусь к этой змее а ты видеть тебя больше не хочу какая дилемма сложная но я повторюсь это действительно весьма интересно но Геральт ему предоставил выбор по крайней мере потом вернемся и посмотрим какая судьба у этого товарища будет друзья мои а сейчас я думаю на этом с вами попрощаться тыкните большой пальчик подписывайтесь на канал я надеюсь что вам все понравилось у микрофона был Фолиот всем до новых встреч большое пока и